Добрый день, уважаемые коллеги. Я просто хотела еще добавить, вот Екатерина Вадимовна сегодня рассказывала. Значит, когда вы заходите на страничку РУСОНКОВЕБА, слева на зеленом поле, графа библиотека. В библиотеке графа пациентам. Там вложена та самая памятка по кожной токсичности, которую можно распечатать для пациента. Себе можно прям пачку напечатать. И внизу чудесное место, где вы можете дописать от руки препараты конкретные. Потому что мы не имеем права в общей памятке написать сразу препараты. Препараты пишите вы, а все, что по уходу за кожей, напечатано на целой странице А4. Очень удобно, рекомендую, удобно. И еще в общество онкопациентов «Здравствуй», мы для них записали ролики, видеоролики для пациентов по уходу кожи. Можете рекомендовать, они легко их находят и ими пользуются. Это я к вопросу вот о той сессии. А сейчас я хочу сказать, значит, я не психолог, я онколог, химиотерапевт. Итак, пациентка А в момент диссеминации рака молочной железы до этого уже лечилась. Поэтому она знает, что существует химиотерапия. Она видела пациента к диссеминированным ракам. Она в момент этот находится в неком ступоре, потому что до этого-то все было хорошо. И она ищет причину диссеминации в каких-либо событиях своей жизни. Стресс, поездка на юг, нарушение диеты. Но все-таки она надеется на успех лечения. Пациентка Б, та, у которой одновременно выявлена и опухоль первичная, здесь молочной железы, и одновременно выявлены метастазы. Нет знаний, нет опыта, крайне расплывчатое представление о предстоящем лечении, еще есть надежда на операцию, чувство обреченности. И при первом обсуждении ситуации и плана лечения, обе пациентки считают, что любые метастазы смертельные. Обе хотят, чтобы метастазы куда-то исчезли. Обе высказывают страх смерти. Ни одна из них просто пока об этом не думает, не высказывает желание жить долго или хорошо переносить лечение. Обе пациентки хором просят провести самое тяжелое, самое эффективное, самое дорогостоящее лечение. То есть они психологически рассчитывают на кратковременное лечение, по-русски исцеление. Итак, мы заходим в интернет, набираем исцеление рака. Наш социальный заказ вылезает в огромные страницы исцеления от всего рака, чудодейственные лекарства, припарки, мази, молитвы, все что угодно. Рецептов множество. Почему? Потому что наши пациенты бегут в интернет и набирают именно это слово – исцеление. Но мы должны как-то с ними общаться. Общие принципы общения – доброжелательность, внимание, диалог, информативность. Называть собеседника по имени – это очень важно для наших пациентов. Дистанция комфортного общения – она у каждого своя. И один пациент хочет сидеть к вам близко, другой пациент хочет сидеть от вас далеко. Подстройка подсобеседника. Мы должны говорить примерно на том же языке, что он. Я обычно спрашиваю, скажите, кто вы по специальности? Вам зачем? Я говорю, если вы английский разведчик, можете мне не говорить. Но кто вы по специальности? Я инженер. Я говорю, прекрасно. Я знаю, как вы мыслите. Мне только для этого. Потому что инженер захочет структурированно говорить. Он очень конкретен в своем мышлении. И обычно держит дистанцию. И не садится вплотную к доктору. И мы с ним будем говорить в одном ракурсе. Если дама говорит, что она учитель русского языка и литературы, я в ужасе вздыхаю, потому что это будет миллион эмоций. Это будут расплывчатые слова. Мы будем по кругу ходить. Но надо пытаться говорить на том языке, на каком говорит пациент. Итак, очень важные моменты вот этого разговора и беседа с пациенткой, например, о прогнозе диссеминированного рака молочной железы. Это очень важный вопрос. И беда в том, что на него нужно реальное время. Потому что надо обсуждать, что если локализация метастазов не висцеральная, то надо говорить ключевое слово. С этим можно жить долго. Если метастазы висцеральные, но не дают симптомы, мы опять говорим, что с этим можно жить долго. При симптомных метастазах мы говорим, если они вам мешают жить, давайте мы им поможем. И проводим постоянную аналогию. Хронические болезни, диабет, гипертония. Разве они излечиваются? Нет. Но люди пьют таблетки, делают уколы и с этим живут. То есть мы всё время пациента уводим к слову «долго». И подталкиваем пациентку или пациента к мысли о необходимости такой хронической болезни. Приёмы речевой стратегии. Отрабатываем с молодыми врачами. Вы, как умный человек, понимаете, что под эти слова мы заставляем пациента согласиться с нами. Вы, как умный человек, понимаете, что излечимых полностью болезней практически не бывает. Что болезни чаще всего хронические. Да, но почему это у меня? Потому что так бывает в реальной жизни, и никто не знает, когда он и чем заболеет. Наши американские немецкие коллеги пошли дальше. Они поняли, что психолог, который очень часто сейчас есть в клинике, он есть. Но поймите, наш пациент приходит к психологу и начинает задавать ему вопросы не психологические, а медицинские. Потому что пациент, который хочет психологической поддержки именно такой, он отделен, он идёт целенаправленно к психологу. А пациент идёт с человеком, у которого есть время на него поговорить. И он говорит, звонит психолог и в ужасе говорит, слушай, что делать? Мне задаётся вопрос про гормонотерапию, про химиотерапию, про лучевую терапию. А я не знаю. Поэтому нам с вами придётся в какой-то мере всё равно изучать какие-то психологические приёмы. Итак, что такое плохие новости? Плохая новость в медицине, сейчас у нас есть определение, это любая новость, которая радикально и негативно меняет мнение пациента о его или её будущем. То есть это новость, которая у пациента проецируется так. Моя жизнь меняется к худшему. И мы должны помнить, что Запад есть Запад, Восток есть Восток. И культурные различия между странами Запада и Востока – это очень большая разница. Было проведено исследование об информировании японских и американских пациентов. И оказалось, что они не просто совершенно разно подходят к восприятию информации, но в Японии прежде всего главные люди – это родственники и лечащий врач. В США человек ценен сам по себе, и прежде всего это мнение самого пациента. И он родственников может вообще в это не вовлекать. Это интересное наблюдение у нас очень по-разному. Я живу в городе, где большое количество мусульман. Это замечательные люди, я с многими дружу, искренне их люблю. Но когда входит мусульманская семья в большом составе, причём всё младшее поколение представлено, и если приходит пожилая дама, то все снохи тоже сидят здесь у тебя в кабинете, а сыновья плотно стоят за спиной, а часто ещё и внуки – это отдельное, это очень уважительное отношение к врачу. Но решение будет принимать семья в целом. Поэтому придётся выбрать в этой толпе того человека, кто примет решение, и это не обязательно старший сын, и в общем-то общаться с ним, потому что пациент перекладывает ответственность в восточной семье на главного члена, который для него самый авторитетный. Ну, русская семья ведёт себя совершенно по-другому. Обычно решение принимает женщина. Поэтому, если мужчина приходит на приём один, я говорю, простите, в следующий раз я жду вас с женой. Ну, или с другой женщиной, с мамой, с сестрой, с соседкой, потому что я могу сказать по собственному папе, когда окулист говорит моему папе, как хорошо у вас глаза, а что вы капаете? Он радостно отвечает, я точно не знаю, жена что-то поутрам мне капает в глаза. Понимаете, мужчина русский лечиться один не умеет. Нам придётся взаимодействовать с его женой. Для облегчения была придумана система, так называемый шестиступенчатый препарат, или он спайкс, который называется сообщение плохих новостей. Для кого нужен этот протокол? Он нужен, по сути, для молодых онкологов, как тренировочная база. Я думаю, что такие опытные онкологи, как Олег Александрович, Хершида Вахидна, Лаля Михайловна, мастерски всё это сделают по наитию, без всякой подсказки. Но наши молодые онкологи, которые сидят в телефонах, но при этом не умеют пересказать текст, потому что их уже этому не учили, у них возникает с этим проблема. Итак, он шестиступенчатый, сейчас мы все ступеньки разберём. Протокол требует затраты времени и, к сожалению, эмоциональных усилий. В 12 минут он не укладывается. Итак, доктор и больной. Шаг первый. Выбираем место и обстановку. Беседу стоит устраивать с глазу на глаз, в закрытом помещении, или плюс там родственники. Если эта палата рекомендована отгородить ширмой, это, я вам говорю, западную рекомендацию, а каждый рисует свою картинку в голове, может ли он это сорганизовать. Значит, один или два члена близких семьи, то есть весь табор нам не нужен. Но если пациент хочет сохранить от своих близких плохие новости в тайне, надо уважать его и говорить тогда с ним наедине. Значит, очень важно сесть, значит, рекомендует запад сесть рядом с пациентом. В русской ментальности я бы не стала садиться рядом, потому что это пугает пациента еще больше. Все-таки обычно врач сидит за столом, но стул можно подвинуть ближе. Значит, рекомендуется, если пациент не будет испытывать дискомфорт. Когда вы подойдете к вашему психологу, который у вас в больнице, психолог вам расскажет психотипы, и есть вариант, когда пациента вообще руками трогать надо минимально, у него это отторжение вызывает. Поэтому подумайте, надо ли брать пациента за руку, но он должен понимать, что вы к нему внимательны. Желательно отключить мобильный телефон и предупредить пациента, сколько у вас есть времени на разговор, чтобы он не думал, что это будет длиться бесконечно. Итак, приватная обстановка создана. Шаг второй – оценка восприятия пациента. Надо его навести на мысли, что что-то поменялось. Как вы думаете, почему мы вам выполнили МРТ? Пациент говорит, ну как почему? Потому что я три месяца лечусь, и надо посмотреть, что получается. И поэтому вы увидите, увидите, что пациент многое знает о своей болезни. Родственники вам говорят, он вообще ничего не знает. Он знает, но с ними не обсуждает. Говоря вот эти вводные наводящие вопросы, вы уже увидите настрой пациента. Ну вот на данной фотографии прекрасно видно настрой пациента, которая в ужасе, погружена в себя, совершенно не слышит, что ей говорит врач. Она погрузилась в себя, и там внутренний монолог, там о завещании, ещё о чём-то. Дальше шаг третий – получение приглашения пациента. Не каждый пациент способен объективно оценить информацию. Более того, не каждый готов и получить эти плохие новости. Он отгораживается от негативной такой информации, психологический барьер ставит. Поэтому нам надо эти ситуации предупредить. Как бы вы хотели, чтобы я вам сообщил о результатах исследования? Вы хотели бы полностью это обсудить? Или я вам коротко говорю? И если пациент не хочет подробно обсуждать… Вы знаете, я не хочу знать никаких подробностей. Вы скажите, как мы лечимся дальше, я буду так делать. Вы знаете, я была поражена среди моих пациентов. Реально есть люди, которые не хотят знать подробности. И принося мне с одного этажа на этаж результат КТ или МРТ, они не открывают конверт и его не читают. Они не хотят знать, что там внутри. Но если пациент хочет, мы опять обязаны показать ему результат на экране или в заключении на картинке, показать ему какие-то цифры. Потому что если особенно это инженер или лицо с техническим образованием, то есть человек рабочей профессии, очень часто хочет увидеть цифровой результат. Диалог пациента, сообщение об информации, четвертый шаг. Вот здесь, к сожалению, мы должны быть немножко театральными актерами и должны эмоционально показать эмоциональное сопереживание. К сожалению, очень хорошее слово, у меня плохие новости. Я очень сожалею о том, что должен вам сообщить. И очень простыми словами, слова констипация вместо запор пациенту будет непонятно. На всякий случай. Поэтому мы многие термины автоматически говорим. Мы так привыкли, это наш мир. Но нам придется спуститься на ступеньку ниже и говорить, у вас болезнь, заболевание, избегать слова опухоль, избегать слова рак. То есть болезнь. Не стоит сообщать информацию сразу всю и очень грустную. У вас очень плохой тип рака. Если вы не начнете лечиться немедленно, то умрете. Но я думаю, так никто и не говорит, но говорить так нельзя. Поэтому нам нужно говорить о том, что если мы вообще отказываем пациенту в специальном лечении, но мы же предлагаем ему обезболивание и палеотивную помощь, как минимум. Поэтому в настоящий момент ваша болезнь нуждается в поддержке. Ваш организм будет бороться с вашей болезнью за счет вашего внутреннего ответа иммунного. И время от времени вы пациента так немножко спрашиваете, вы понимаете, что я говорю? Я вот не очень сложно все это объясняю. Но и потому что если рядом есть родственник, возможно, он чуть лучше это поймет. Шаг пятый. Сочувствие и сострадание. Вы можете получить абсолютно любую реакцию. Можете получить море слез. Можете получить крик, гнев, молчание, ступор. Поэтому не давайте всю информацию, короткими предложениями, дозированную информацию, то, что действительно важно. Потому что пациент должен, ну, как бы до него должно дойти все это. Например, вы сообщаете, что химиотерапия больше не приносит результатов. После этого надо сделать маленькую паузу, пациент должен это осознать. Если вы говорите, что опухоль увеличивается в размерах, пациент начинает плакать. После того, как пик этой реакции проходит, вам надо высказать свою, так сказать, поддержку и какими-то словами. Прикосновение к руке для одних пациентов приемлемо, для других неприемлемо. Смотрите по ситуации. Но вы должны всем своим видом показать, что вы очень сочувствуете пациенту. И если, что можно еще сказать? Прекрасная фраза. Я бы тоже хотел, чтобы новости были лучше. Понимаете? Потому что, может быть, надо четко понимать, что именно лечащий врач, а не психолог – это то лицо, к которому в первую очередь обращается пациент. Ну вот, посмотрите, молодой доктор сидит рядом с отчаявшимся больным, обнял его, и пациент это принимает. Но я еще раз хочу сказать, прикосновение не для всех. В русском менталитете не каждый пациент даст себя обнять. И тут еще очень велика разница в возрасте. После того, как мы все это сказали, наступает шестой шаг – это стратегия и выводы. Нам надо пациенту дать план, что мы делаем теперь. Пациент не должен после нас уйти просто в пространство никуда. Надо поинтересоваться о готовности пациента. Надо рассказать ему о лечении только тогда, когда мы понимаем, что он нас вообще понимает. И очень важно, чтобы он по-прежнему считал вас союзником. Вы отправляете пациента на палеотивную помощь, но вы говорите, что вы знаете, ваше состояние после поддержки организма может улучшиться. Возможно, мы с вами встретимся через некоторое время. Возможно, будет предпринята какая-то другая попытка. Но в настоящий момент тяжесть вашего состояния просто нам не позволяет это сделать. Понимаете? То есть надо дать все равно какую-то надежду. Очень часто врача в этот момент настигает самого чувства неловкости и дискомфорта. И авторы протокола говорят о том, что надо тренироваться. Предлагается тренироваться, например, с волонтерами на разные вопросы и ответы в этой ситуации. И даны прямо варианты, как отвечать. Каким будет конец моей жизни, спрашивает пациент. И руководство предлагает, а что вас беспокоит? И мы переводим в другое русло этот ответ. Я чувствую себя обузой для моего мужа. Я чувствую себя обузой. И мы говорим, нет, ну что вы, смотрите, ваш муж здесь рядом с вами. Я всегда говорю, когда мужчина приходит рядом с пациенткой, это значит, у вас такая любовь. Он вас так поддерживает. Это не очень часто бывает. Но лично у вас такой необыкновенный мужчина. Я не хочу больше проходить химиотерапию. Расскажите мне об этом. Недавно пациентка хотела отказаться от химиотерапии, потому что ее ведический наставник сказал, что это ее отравляет, и чакры ее забиваются. Но дальше мы обсудили этот вопрос и вернулись на химиотерапию. Тоже такая другая сторона вопроса. Не говорите моему папе о рецидиве болезни. Он этого не переживет. Очень частая фраза от родственников больных. Как вы думаете, что может случиться, если он узнает? Но мы этим, к сожалению, опять тратим время и предлагаем родственнику диалог. Пациент спрашивает, я не могу решиться на рискованную операцию? Нам предлагается ответить. Многим пациентам это дается с трудом. Это решение. Почему? Потому что действительно мы этим самым говорим, что эта проблема у многих, он не один такой, и значит, что-то можно сделать. Я очень себя чувствую виноватым, что моя семья живет в этой проблеме. Мы часто слышим такие слова, действительно, но не надо этого бояться. Из-за кортика стероидов я плохо выгляжу. Известно, что стероиды дают побочные эффекты, но вот, к сожалению, никуда не деться. То есть, вы понимаете, я ожидал лучшего результата. Я тоже ожидал лучшего результата. Я знаю, что это шок для вас. Мы сопереживаем больному. Вы считаете, мне надо делать еще одну операцию? Я знаю, что вы не ожидали это услышать, но, видимо, придется это делать. И мне никто не сказал, что лечение будет таким долгим. Очень частая фраза от больных. Я понимаю, что вы разочарованы, но по-другому лечиться нельзя. Или, это очень важно, чтобы результат рентгена был хорошим. А мы уводим в сторону. Я обязательно посмотрю результат. То есть, больной переключается с этой фразы просто на ожидание. Итак, сообщение плохих новостей – это важнейший этап введения онкопациента. Необходимо проведение дополнительных тренингов для молодых онкологов и для того, чтобы не только нашим пациентам оказывать эту необходимую поддержку, но чтобы защитить нас от профессионального вагоранья. Поскольку в том случае, если мы это делаем менее профессионально, мы сами попадаем под тяжелое воздействие данной ситуации. Благодарю за внимание.